Вы когда-нибудь задумывались над тем, какую роль в жизни человека играет запах? Вдыхая аромат, лимбическая система получает импульс, а вследствие этого возникают воспоминания, ассоциации и эмоции. И если вы хотите узнать, какую ассоциацию у вас вызывает тот или иной запах, то вам стоит посетить музей под названием НОС. Если спросить у прохожего, что такое запах, вряд ли он даст четкий ответ на этот вопрос. Ведь это что-то воздушное и невесомое. Музей НОС уникальное место, где запахи могут хранить, трогать и даже слушать. Для меня очень важно было показать, насколько же запахи важны в нашей жизни. Наверное, это пришло с короной, когда люди начали терять обоняние, и тогда они только поняли, что запах очень сильно на нас влияет. Поэтому в музее мы и отразили очень много аспектов, чтобы люди научились понимать, как же важны запахи. Это может быть отсылка к каким-то интересным моментам в детстве, либо в юности. Все начинается с парфюмерного органа. Именно здесь создаются все запахи с помощью более 600 ингредиентов, которые представлены в музее. Каждая экспозиция уникальна. Здесь есть запах оперы «Пиковая дама». Она пахнет табаком и алкоголем, а балет – щелкунчик, лакированным деревом, орехами и цитрусами. В музее все зоны интерактивные, и некоторые из них особенно полюбились посетителям. Здесь у нас представлен стенд «Четыре стихии». У нашего ароматерапевта есть своя авторская методика работы с аромодиагностикой по четырем стихиям, и она составила композиции. У нас огонь, земля, воздух и вода. Наш звукорежиссер Антона Нищенко низкочастотными микрофонами записал звуки природы. Их можно послушать в наушниках. И также художница отразила на картинах, как она чувствует стихии. Здесь у нас представлен стенд «Угадайка». Наши посетители могут проверить, насколько хорошо они ориентируются в запахах, потому что кажется нам очевидно, что мы хорошо, например, знаем апельсин, но когда ходит дело до практики, то его часто путают с грейпфрутом. Здесь у нас полегче запахи угадать, например, тот же грейпфрут, гвоздика, апельсин. Здесь у нас будут посложнее, которые встречаются не так часто, например, и ланг, и ланг. Возьму эту. Угадаю ее или нет? Думаю, нет. У меня с запахами, если честно, напряженка. Это цитрус какой-то. Это грейпфрут. Давайте проверять. Это десятая у меня баночка. Апельсин! Вот она, частая самая ошибка. Грейпфрут у нас будет более горький. Еще одна интерактивная зона – это тактильный лексикон. Если запах тяжело писать словами, то можно его просто потрогать. Кожаные запахи на ощупь, как гималайский кедр. Есть пушистые, колючие, замшевые, округлые и влажные запахи. Вы когда-нибудь задумывались о том, как пахнет Беларусь? Совсем скоро в этом музее появится целая экспозиция с белорусскими запахами. Ну, а пока что есть запах василька. Похоже на траву скошенную тоже мне. Интересный очень запах. Необычный. Этот стенд самый новый в этом музее, и эти запахи отсылают нас в наше детство. Есть запах шоколада, скошенной травы и даже сена. Мне интересно понюхать скошенную траву. Действительно похоже на скошенную траву. Сразу вспоминаю, как у бабушки в деревне дедушка косил траву. И понюхаем еще шоколад. Пахнет горьким шоколадом. Вот ярко выраженный запах горького шоколада. Все, я уже не могу остановиться. Давайте еще клубнику. Понюхаем. Такая клубника. Насыщенный запах. Мне напоминает больше варенье из клубники, чем саму клубнику. Если вы хотите проверить свои способности в распознавании запахов и ароматов, научиться их воспринимать, рассматривать, трогать и слушать, то вам обязательно стоит посетить этот музей. Дарья Шманкевич и Луна Глинистая, агентство Минск Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова